ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это очень мне интересный бой. Давай, дергай, дергай, аккуратно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, мы приветствуем вас на новом турнире бойцовской лиги «Наше дело». С вами Эдуард Вартанян и Армен Гулян. Это «Наше дело». Мы начинаем. А комментировать сегодняшний турнир будет лучший дуэт комментаторов Давид Багдасарян и Олег Володин. Ну что ж, друзья, а мы переходим к первому поединку. Поединок в лечайшем весе по правилам ММА. Три раунда по пять минут. И первым в кредку приглашаю Малика Какаева. Встречаем, друзья! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА а встречайте его соперника молодой, но опасный Хазрат Ронин Шарипов Субтитры сделал DimaTorzok в синем углу клетки боец, представляющий город Актобе, Казахстан ему 21 год, его рост метр восемьдесят, он кандидат мастера спорта по боевому самбо чемпион Пятигорска по ММА его активе пять боев каждый из которых он закончил досрочно, приветствуем Малик Кучер ККФ А в красном углу его соперник представляющий город Ковров Владимирская область ему 21 год, его рост метр восемьдесят один сантиметр он мастер спорта и чемпион ЦФО по ММА кандидат мастера спорта по спортивной борьбе, профессиональный рекорд 2-0, вот он по прозвищу Рони Казрат Шарипов ну что, друзья не будем тянуть время, оставляем в клетке только рефери правила знаем, не нарушаем после команды, стоп, не работаем, победитель лейший удача, обоим по углам в клетке оставили только рефери ну а нас по-прежнему двое мы все еще здесь и ждем очень яркого карда и издалека наблюдаем за маленькой клеткой которая позади прямо сейчас и мы готовы приступать первый бой, открытие карда 61 килограмм но парни, конечно заскучать вряд ли нам дадут Хазрат Ронин Шарипов новый представитель GFC Pride из этой плеяды которой до недавнего времени вообще не проигрывали яркое начало 1-0 сейчас у Хазрата в нашем деле сейчас колено из ключа, пошел за скрытой вылезти за удушкой сразу Хазрат что творит Хазрат Шарипов? буквально как змея пошел наносить удары не получилось закрыть удушку до конца еще одна попытка а он растягивает ворно оказался за спиной у соперника сейчас пытается снять защиту своими ударами у соперника и ноги заправлены поэтому растянуть может но Малик у нас кандидат в мастер-аспорт к боевому самбо был очень уверен перед этим поединком на самом деле мы разговаривали с представителями команды Хазрат Шарипова они сказали, что ждут досрочную победу по-моему я слышал, что менеджер Хазрата говорил что убьет его, если Хазрат не победит примерно так и было так менеджер должен работать примерно так и было и честно говоря Хазрат очень близок к тому, чтобы победить досрочно я не знаю, как будет выдерживать это Малик Какаев есть проблема, честно, у Малика поскольку за спиной Хазрат уже довольно долго пытался наносить удары уже не в первый раз пытается пойти с удушкой но пока об удушке речи не идет но, тем не менее, позиция очень хорошая вот сейчас пошли опять удары в голову бой довольно односторонний поскольку прямо на старте он удрился в руку пытается сейчас пробраться да, чуть не забрал ту позицию но не факт, что это поможет поскольку выходит на рычаг локция Хазрат Шарипа закроет на армар до конца пытается оторвать руку сейчас Хазрат, но защищается Малик пока выживает Хазрат отпускает ох, потерял, потерял еще, что сможет предложить неужели треугольник там закроют? ну нет, нет, видимо не получится может быть перехватит сейчас да, пытается пожестче закрыть да, смотри, закрывает треугольник и судя по всему он плотный терпит пока Малик Какаев по-моему есть там пространство подышать не очень удачно но посмотрим, чем все закончится и рефери проверяет, не уснул ли Малик Какаев но нет дает понять Малик, что он в порядке пытается поработать даже коленями по корпусу соперника Хазрат естественно ничего не распускает продолжает делать сейчас пойдет удивительный парень мне кажется, вот сейчас еще плотнее стал треугольник давай смотреть может еще и да за армаром пойдет да, 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 пошел пошел ломать руку нет, все еще выживает Малик еще и попытался мне нести удар в голову так просто Какаева не финишируешь и выпутывает из этой сложной позиции выбрался все-таки Малик мне кажется, это еще не конец посмотри, сам влезает буквально в этот треугольник Малик Какаев раз за разом поскольку руки успел забрать и не переживал хотя вот сейчас с Калином в корпус в партер заходил очень опасно Малик это практически нарушение правил было но не попал и держится за сетку сейчас рефери делает замечание второе замечание буквально уже силой убирает руку пытается, ну, сейчас что-нибудь Хазрат придумает уже с ногами Малик пытается наносить удары сейчас сам ногами в голову сопернику Малик и опять на грани с нарушением ну что, пятку скручиваем такое ощущение, что девиз Хазрата Шарипова не секунды без болевого приема да, уже в который раз он пытается что-то придумать армбары, треугольники удушки сзади, леглоки Хазрат хочет как можно быстрее добиться победы именно в партере именно за счет грэпплинга Малик Какаев выживает и, честно говоря, вот сейчас есть хороший момент у него чтобы просто подержать соперника внизу расслабиться чуть-чуть может быть побить и набраться уверенности пробрался в сайт-контроль какую-то секунду Малик не успел, правда, нанести удар вот опять он в сайт-контроле и начинает пытаться сейчас накидывать локти в голову хорошее начало, бодрый бой вот у Хазрата теперь в первой проблемке в бою толпа ликует, явно у Малик сильная поддержка в зале все переживают за Какаева очень интересно, сколько сил потратил Хазрат Шарипов на все эти попытки выхода на прием их действительно было много он вкладывался в каждую мы видели, кстати, Хазрата сегодня по трибунам помещения он был очень заряжен, был уверен в себе и обещал зрелище на самом деле зрелище он и показывает просто пока это не вылилось в досрочную победу пытается выбраться, пытается мастить перебернуть соперника как-нибудь Хазрат не получается у Малик все еще очень хорошая позиция не так много ударов Малик наносит отсюда но сохраняет отличное доминирующее положение подсказывает сейчас просто вопята за боев углов подсказывает, что совсем мало остается времени до конца раунда очень здорово заканчивает его Малик Какаев секунд 20 еще у нас, к сожалению, таймера нет но понятно, что раунд уже практически не дошел к концу и вот уже пару минут Малик сверху в топ-позиции хорошо себя чувствует но вот не работает особо он отсюда редкие удары очень от него просто сфокусировался на том, чтобы нейтрализовать соперника удерживать его здесь перевесит ли вот эти две минуты в партере в концу с удержанием то, что предлагал Хазрат с болевыми и удушающими начинай с рук, с рук начинай, понял, сразу же встречай как себя чувствуешь? хорошо подзвись, ты как так отдал-то, ё-моё сейчас сразу начинай поджимать первым номером в ударке именно разбивай руками его, понял? он будет сейчас опять вязать тебя, вот так бороться, больше двигайся и на руках, на руках, все понял, пробил, ушел, пробил, ушел несколько ударов локтем успел нанести Марика в танцовке но вдвойне интересно, что будет дальше что там с бензобаком у ребят? еще два раунда по пять минут но учитывая, какой темп взял Хазрат Шарипов вполне возможно, что все эти минуты не потребуются и не устал ли он, вот тоже важный вопрос все, поехали, второй раунд два раунда по пять минут остается это профбой никаких ограничений классический смешанное единоборство удар в пах сложился пополам сейчас Хазрат после пропущенного да, видимо запрещенная такая зона у нас очень резкая боль и мы видели, да, посмотрите Корчица просто не смог продолжать поединок сразу упал на настил давайте смотреть повтор ну да, чистейшее попадание в пах вопросов нет судя по лицу Хазрата, дело плохо по-моему, даже какой-то рвотный рефлекс у него видимо да, подташнивает явно Хазрат Шарипова и да, такая реакция действительно бывает это не притворство ни в коем случае как бы все не закончилось остановкой подбежал подбодрить своего оппонента Малик Какаев но его просто одной командой вернули обратно и по-моему, врач говорит, что будет продолжать не нужно но давай надеяться на лучшее потому что очень не хотелось бы, чтобы этот поединок заканчивался вот так а в то же время не хотелось бы, чтобы боец, который пропустил удар который не должен был пропускать сейчас продолжит поединок явно невосстановленным и явно все может плохо для него закончиться ты не выживешь, это только позывы и будут пойдем заберем пацана с медиком да, знаем, есть рекомендации, что вот за такие удары, пусть они, это и первое нарушение, пусть этот удар был неумышленным, можно снять балл, потому что если соперник продолжает бой, то он не может чувствовать себя полноценно и не будет. В этом бою судейским решением зафиксировано неумышленное нарушение правил и бой объявлен несостоявшимся Малик, смотри, удар пришелся четко в область паха что это было за действие умышленным, неумышленным судьи посчитали, что ты неумышленно нанес удар, из-за этого дали тебе не поражение, а зафиксировали новый контест как ты можешь прокомментировать? Ассаламу алейкум пах не специально был этот я стойку специально поменял внутренний локинг был это ну получилось, получилось так это менеджер, по-моему, матчмейкер, где-то там сидел я с его бойцем на Самаре тоже дрался такое случай было духовитый пацан был, он дрался до конца этот, несерьезный, я не знаю пах получил, а-а-а, делает он, я не знаю, что он делает там я сюда драться пришел без разницы летс гоу, хуйзникс! ну что, друзья, в таком драматическом окончании получился данный поединок бой объявлен несостоявшимся судьи посчитали, что удар был неумышлен ну а мы двигаемся дальше и переходим к следующему поединку что это еще такое? что это еще такое? прикольно пахнет краска для волос также пахнет выкрашенный? полно сокращенный, битый если честно, кого-кого, но Линкольна на нашем деле я не ожидала увидеть я увидел Ленька, что? может быть, обратимся к вашему сопернику сопернику? выздоровайся, брат лучше и не скажешь, в принципе ну что ж, друзья, а мы переходим к следующему поединку и уверен, он будет максимально ярким потому что в клетку первым мы хотим пригласить Алекса Кардо Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Алексей Леденев ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А в красном углу клетки его соперник из Москвы, ему 39 лет, его рост 1,90 см, он мастер спорта международного класса и призер Кубка мира под зюдо, победитель проекта «Танцы со звездами» с рекордами в нашем деле 3-1. Поприветствуйте неуступчивый Алексей Леденев! Ну что, друзья, приступаем к самому поединку. Бой пройдет по правилам ММА. Три раунда по 3 минуты 30 секунд ограничения работы в партере. Переводы здесь, естественно, как вы поняли, возможны. Три раунда по 3 минуты, но при этом после трейдауна только 30 секунд. На земле классические правила нашего дела, то, с чего начиналась наша организация. Хотя сейчас это все реже и реже встречается в боях. Одна из главных интриг. Алексей Леденев, он дзюдоист, профильный дзюдоист, и он может переводить, но делает это в боях по правилам ММА крайне редко. А его устраивает вариант порубиться чаще всего, ему прям нравится. И самому пропустить, и другим. Посмотрим. Какой форме Алекс Кардо, поскольку дерется он очень редко. Почти раз в 10 лет, учитывая его возраст. Хороший лоу в исполнении Леденева по передней ноге. Пытается сократить дистанцию Кардо, но делает это не слишком стремительно. Ну и догнать Леденева не так просто. Постреливают друг по другу лоу-киками. А вот сейчас был готов к этому лоу Алекс Кардо. На очереди. Зарубают друг другу по ногам. На руках пока никто не разряжается, никто не может сблизиться. Спустить курок. Первый пошел Леденев. И пошел доставать уже Кардо. Потому что предложил он такую драку в баре своему сопернику. Леденеву не привыкать. Он к таким дракам в клетке привык. На самом деле это как раз тот стиль, в котором он может победить. В прошлом боях многие пытались ему предложить что-то подобное. И Леденев в принципе был не против. Вот Кардо опять попытался зажать в углу сейчас. Выжидает Леденев. Постоянно накидывая вот эти лоу-кики. Как-то неплохо вкладывается Леденев в этот удар ногой. Мне даже в какой-то момент показалось, что уже начал хроматироваться Кардо. Но не уверен, что это действительно так. Хорош. Сейчас прямо взвучный такой лоу получился. Да, и не будем забывать, что все-таки не профессиональный боец Алекс Кардо. Учитывая все-таки, что пусть у него и есть профессиональные бои на счету, но он не каждый день вот такие удары на себя чувствует. Каждый лоу-кик отдается. По всему телу. И это, конечно, влияет на передвижение. Вот сейчас рванул вперед Алексик Кардо. Вроде бы зажимает, но удары не доходят до цели. Задышал Алексик Кардо. Леденев пытался сейчас с дальней руки достать. Максимальный такой. Издалека удар получился. Возвращается к стратегии с лоу-киками сейчас. Алексей решил в безопасной для себя манере Леденев все-таки поработать. И уничтожит ногу соперника переднего. Очень хорошо действует Леденев. Очень размеренно выбрасывает постоянно вот эти лоу и при этом не делая ничего лишнего. Он как раз предлагает Алексу Кардо поработать. И из-за этого Кардо уже дышит. Ну, Леденев подразбит нос. Сейчас, смотрите, Кардо хорошо так заряжался. На отмышь. Леденев не достал. Ну, Кардо тоже не успел скандрить. Судя по тому, как этот поединок проходит, рано или поздно Леденев должен включиться. И включиться тогда, когда Алекс Кардо уже подсядет. Сейчас Кардо уже подсел. Заметно улыбается он сейчас. Тяжело дышит, мне кажется, Алекс. Но при этом нос разбит именно у Леденева. Чуть-чуть не хватило Алексею Леденеву. Только начал включаться. Но тут уже гон прозвучал. Ноги разомнили. А Жоша, воды дайте попить. Да, голень, голень, Жоша, делай. И другой голень. Лев. Ты про ноги забыл. Вообще про ноги. Не лети за ним. Он уже поплыл. Он уже задышал. Он поплыл. Вздохни. Только ты сам. Он сам на тебя бежит. Он сам на тебя бежит в борьбу. Это тебе и надо. Сложный раунд для оценки, потому что очень много лоу-киков в исполнении Леденева. Очень много атак, вот таких взрывных, целых комбинаций в исполнении Алексе Кардо. Но я бы не сказал, что очень много ударов у Кардо зашли. А вот, в буквальном смысле, сейчас отпаивают Алексе Кардо. Посмотрим, как действительно он будет себя чувствовать во втором раунде. Очень важный отрезок. Все готово. Секундантов уже выгнали. И у нас второй раунд официально начинается. Стартует именно Леденев. Подступает. Чуть зарядился так. Попадает сейчас джебом. Кардо. О, подключает ноги Алексе Кардо. Пару мидл-киков попытался запустить. Да, в прошлом в любителях у Алексе Кардо даже есть достижение в кикбоксинге, карате. Так что ногами он работать умеет. Вот сейчас впервые во втором раунде он начинает, собственно, выкидывать удары ногами по разным этажам. Чуть-чуть они такие замедленные. Неспешные. Подошел Леденев, рубанул сейчас задальний. Джеб. Сейчас джеб от Кардо уже. О, хорошо, Кардо. Идет и битвенника, пытается добить. Выживает Леденев, пытается встать, сейчас подняться на ноги. Ну, дух, дух, Алексе. Запрещенная колена получилась, поскольку в заземленном положении был Леденев, но решил рубануть коленом Кардо. Великолепный, на самом деле, правый оверхенд от Алекса Кардо. И именно после него приземлился Алексей Леденев. Что, неужели врача хотят вызвать? Сложно дышать Кардо, но при этом, вот интересно, как они рассудят. Что скажет Леденев? Нормально. Ну-ка посмотрим еще раз, как получилось. Шикарно залетает, оказывается, тут же на конвасе Леденев подлетает для уничтожения. Ну и здесь, да, рука на земле, но входит колено в голову. Минус балл сразу снимают с Алекса Кардо. Минус один балл бойцу за запрещенное действие. Удар коленом сопернику в голову партера. Обидно должно быть Алексу Кардо, потому что великолепно он этот раунд проводил. Но вот, к сожалению, все получилось вот так. Ну, учитывая, что раунд он забирает все равно с этим нокдауном, но у нас пока этот раунд будет оценен как 9-9, скорее всего. Попадает опять сейчас вправо вверху от Кардо. Еще раз добавляет. Тяжелые вдохи уже буквально ловит воздух Алекс Кардо. Три раза подряд. Одно типное удар, в принципе, каждый раз залетал. И еще разок огрызает сейчас Кардо. И пять точнее. Он сейчас мимо. Один и тот же удар действительно всегда выбрасывает Алекс Кардо. Если Леденев как-то будет на него реагировать, будет уходить в сторону и контратаковать, у него есть шанс сейчас. Потому что ничего другого не предлагает Кардо. У тебя вот сейчас пошел вперед, и уже как будто в слоу-мо двигается. Да, заведенная реакция такая получилась. Устал, устал Кардо совсем. И Леденев чувствует, что можно сейчас самому поработать. Подходит, начинает накидывать. Едва стоит на ногах вообще сейчас Алекс Кардо. Сближается попытка войти в клеечи. Но Леденев держится на дистанции очень хорошо. Ну вот сейчас уже черед работы Леденева. Ну да, накидывает в корпус, голову снизу. Подает Алекс Кардо. И все, да, все. Это нокаут, друзья. Бой остановлен. Леденев оформил камбэк. Сам улетел в нокдаун, но потом сам не добил. Периодически было медленно, но то, что они сотворили во втором раунде, это очень круто. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Настоящие качели. Есть интрига. Может быть, особые ценители смешанных единоборств в поисках филигранной техники здесь остались недовольны. Но это было так, по-пацански здорово. Действительно, настоящая драка. Да, мужики вышли и разобрались. И разобрались так, что сначала один побывал в нокдауне, затем выжил, затем побывал в нокдауне, уже другой, и на этом все закончилось. Ну вот если бы не то колено, конечно, для Алекса... Бойцы на середину. ...то могла быть победа вполне. Жаль, жаль. Но такое бывает. Такое бывает, это смешанное единоборство, и здесь все-таки есть определенные правила. Во втором раунде, на второй минуте, техническим нокаутом победу одержал Алексей Леденев. Алексей, просим тебя на середину. Алексей. Алексей, поздравляем тебя с победой. Достаточно драматичный получился поединок. Ты оказался в нокдауне, но все-таки справился с этим и забрал бой. Поделись своими эмоциями. Спасибо всем. Добрый вечер. Наше дело номер один. Спасибо огромное команде «Дзюдо со звездами». Сегодня мой пятый бой в этой лиге прекрасный. Это очередное испытание. Я с ним справился. Спасибо всем. Соперник был со старой выучкой, но мы ее преодолели и справились. Молодец. Спасибо всем. Алексей, пропущенный удар. Насколько заставил сконцентрироваться на поединке и насколько он был серьезен? Я не скажу, что это было большое потрясение. Скорее всего, больше потрясения было ударом колена, потому что я не ожидал его, находясь в партере. Но было видно, что соперник готовился ко мне. Вот эти размахайки, видимые слабые места там и так далее. Он пытался насувать мне удары. Но, судя по всему, мало готовился, либо мало тренируется. Функционалка ему не позволила преодолеть всю дистанцию. Алексей, спасибо за поединок. Еще раз поздравляем тебя. Спасибо. Алекс, просим на середину. Алекс, достаточно яркий и интересный выход на поединок. Не могу сказать о всех технических элементах, которые были тобой показаны в бою. Поделить свои эмоции, скажи, чего не хватило для победы. Во-первых, спасибо большое за бой. Спасибо за соперника. Тоже такой неплохой медийный парень. Большой. Спасибо ему. Я благодарен в первую очередь своим спаринг-партнером. Али Хайбати. Дамир. И Шаги Ворк. Его здесь нет. И Виталий Савченко. Мой идейный вдохновитель. Ну, что могу сказать. Алексей Леденев нормальный парень оказался. Все проверяется в бою, знаете. До боя я газовал, конечно, на него. Но в бою обычно настоящие мужчины мирятся. Поэтому, я думаю, мы это и сделали. Друг друга немножко отправили в нокдаун. Вот. Порадовались от души. Мы сделали такой праздник спорта для медийного боя. Благодарность Армену. Благодарность Илья. Благодарность. Эдуард Вартанян. Спасибо всем большое. Спасибо за байкс. Спасибо. Короче, он лучше дрался, чем раньше. Случался вот этот джеб-корпус, потом боковой правый. Но пензобак маленький подвел. Если бы вот это колено не было, он мог бы дальше-дальше его добивать. Но жалко. Я, честно, немножко расстроен. А я скажу спасибо за гитару. Все. До новых встреч, друзья. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте. Добрый вечер. Обычно всем лицо вазелином мажут. А вас автозагаром намазали? Почему вы так свежо выглядите? Не, мне мажут кремами различными. Самых лучших брендов, чтобы сверкало, сияло, свежесть излучало. Как же, как улыбка. Ну что, мой друг, подрались? Спасибо, да, супер было. Мне кажется, нормально мы подрались. Ну, друг друга отправили так в потрясение. Да, было хорошо. Нос нормально? Да, да. А мой? Да, ссадинка. Это было? Ну да, все супер, ты молодец. Да. Ну, он выиграл бы нет. Саша, я тебе добавлю, и он, и я выиграли, потому что мы оба здесь, и мы оба вышли проверить друг друга. Поэтому каждый из нас уже выиграл. Залетайте на российский видеохостинг «Рутуб». Там вы найдете тонны эксклюзивного контента, мощнейшие бои и конференции, а также шоу, авторские блоги, фильмы, сериалы и многое другое. Подписывайтесь на «Рутуб» канал «Наше дело» и смотрите первыми новые выпуски каждый четверг. Не пропустите. Ну что ж, друзья, а мы переходим к следующему поединку, который пройдет по профессиональным правилам ММА. Но в промежуточной весовой категории. И первой в клетку я хочу пригласить жесткую и неуступщую Софию Гериханову. София, приветствуем тебя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В синем углу клетки боец, представляющий город Москва. Ей 24 года, ее рост 170 сантиметров. Она мастер спорта по вольной борьбе и ММА. Кандидат мастера спорта по панкратиону. Ее профессиональный рекорд – три победы и одно поражение. Встречаем! София Гериханова. В красном углу клетки. Ее соперница из города Ставрополь. Ей 29 лет. Ее рост – метр 69 сантиметров. Она мастер спорта международного класса по рукопашному бою. Действующий чемпион и победительница первого в истории женского гран-при «Наше дело». Ее рекорд в Лиге – 2-0. Поприветствуйте Сиана Шахсинова! Реферим, приглашаем бойцов на середину. Правила знаем, не нарушаем. После команды «Стоп» не работаем. Победитель лезет, удача обоим по углам. Отказалась сейчас София пожимать руки. Это будет интересно. Это будет интересно и горячо. На самом деле у Сиана Шахсиновой 2-0 в нашем деле и 1-0 на конференциях. Потому что она отправила нокдаун Галину Пятницу. И это видео видел, мне кажется, весь мир. Да, многие спрашивали, когда они дерутся. Хотя, казалось бы, женский поединок... Мы спрашивали именно о нем, так что посмотрим. Сможет ли Шахсинова поступить так же уже в бою с другой соперницей. Вот чуть не подхватила сейчас кит и пыталась зарубиться. Пошла сейчас хорошо с правой. В челюсть несколько раз вставила удары прямо из клинча. Из ближней дистанции. Опять правая. Кольбой не каждый день. Мы видим такой ожесточенный бой в исполнении девушек. У Шахсинова явно накидало побольше сейчас. Не летит. Вот такую паузу взяли они небольшую. Никто не летит. Изначально София стартанула. Она наела сейчас. Смотри, нога в голову прилетела. Хотя сама же поскользнулась и упала после этого Сиана. Проваливает Сиана, перекрывается сейчас Горальханова. Она падает и добивание за все. Буквально за минуту Сиана Шахсинова финиширует соперницу. И теперь у нее рекорд в нашем деле 3-0. Уничтожила. Даже плачет сейчас София. Жаль. Или не плачет. Ну, в общем, расстроена точно. Разбито лицо. Кровь хлынула. Есть сечка рядом с глазом. Сиана Шахсинова умеет вырубать. Вот что я вам скажу. Расстроглась, мне кажется, Сиана. Но это было мощно, ребята. В женских боях финиш на первой минуте. Это, конечно, легкий шок. Сиана Шахсинова. В этом бою за 42 секунды первого раунда победу одержала Сиана Шахсинова. Просим тебя на середину. Смотри, ваш, как назвать, конфликт уже достаточно долго длился. И вот он наконец-то завершился, но достаточно драматично. Какие эмоции сейчас испытываешь? Как бы ни развивался наш конфликт, Соня одна из первых девочек женского дивизиона нашего дела. Я успела узнать ее не просто как бойца и крутого трештокера, но и как человека. Я знаю ее как человека. Она очень прекрасный человек. И хотелось бы пожелать ей скорейшего выздоровления, чтобы она стала крепче, стала лучше и показывала бои намного лучше, чем сейчас. Насколько вы бескомпромиссны в поединке, настолько благородны вы после него. Это отличает нас, наш женский дивизион. Сиан, у нас здесь присутствует Галина Пятница. Только давайте сразу договоримся без каких-либо происшествий. Галина, мне сказали, что есть тебе что сказать по поводу вашего конфликта с Сианой, который не так давно произошел на нашей пресс-конференции. Сиан, привет, поздравляю тебя с победой. Сиан, мне очень интересна фраза «Ты у меня из трусов выпрыгнешь». Скажи мне, покажи мне, как это выпрыгивать из трусов. Я очень заинтересована. Ты нам уже это показала, поэтому этого не стоит. Давай не будем обострять конфликт. Я думаю, основной вопрос, который интересует наших зрителей, бой между вами все-таки состоится. Ну я в декабре тебя жду, ты меня ждешь? А ты гоняешь на 57? Я уже 61 вешу, не переживай. Молодецик, тогда я тебя жду в декабре. По ММА на 57. Ты куда собралась, в UFC? Ты считаешь, что я не достойна попасть в UFC? На международный уровень, думаю, нет. Нет, я считаю, что та же Кристина Степанян, та же Кристина Исмаилова, они очень уровневые бойцы. Степанян, хорошая. Ты кинула перчатку, ты меня щелкнула. Значит, правила его убираю я. Опять не бокс, опять я иду у вас на поводу. Пройди меня хотя бы пока один, если ты собралась в UFC. Если я тебе так интересна, и ты первая кинула мне вызов, ты выходишь по ММА, мне бокс вообще никак не интересен. Понимаешь ты это или нет? Потому что ты там упадешь. Возможно, упаду. Это ММА перчатки, упасть может любой, так что. По правилам мы определимся. Бой вам интересен. В декабре вы готовы провести. Есть условия только по формату проведения поединка. Я думаю, мы найдем какие-либо компромиссы в этой всей истории. Возможно, ограничение работы в партере. Может быть, оно тебе будет уже более компромиссным. Но мы посмотрим. Давайте сейчас пригласим вас на стартаун. Я смотрю новый плакат. Петяна, можешь хоть в туалет его повесить, пожалуйста. Что это? Это что? Это подарок просто от меня и от моей дочки. А что там написано? Я разубью твое лицо. А, это твоя дочка писала? Да. Моя дочь такие выражения не пишет. Спасибо. Спасибо. Ладно, спасибо. Раз дочь старалась. Я уверен, это будет интересный поединок. И стоит для него найти компромисс. Спасибо большое. Спасибо. Еще раз поздравляю с победой. Ты такая скромная, спокойная. Как ты это все сохраняешь в себе? Ну, вот такая вот я скромная и спокойная. У меня нет к ней злости. Я ей лично это говорила. Она все на меня рычала. Там на конференциях и матами. И как только не выражалась. Я всегда спокойно на это все реагировала. Потому что не воспринимала всерьез вот это все. Не хотела вести с нами всякие провокации. Хотя один раз я себе позволила, конечно, это сделать. Все мы помним, как ты реагируешь на провокации. Кстати, о Галине. Как вот сегодняшний подарок тебе? Ну, не ожидала, конечно, что от нее какой-то подарок будет. Но я не знаю, что там нарисовано. Если честно, покажи, что там. Какой-то подарок. На самом деле непонятно. Она то Годзиллой себя называет, то вот такие плакаты делает. Барби. Покажем в камеру. Непонятно, то ли она Годзилла, то ли она Барби. Потом еще... То ли Галина, то ли Пятница. Мы не знаем. Но судя по плакату, она все-таки, видимо, определилась на Барби. Ну, хотя от Барби она далека, но ладно. R7 – уникальный бренд энергетических напитков, созданный для тех, кто стремится достичь максимальных целей и результата в своей жизни. R7 Energy. Попробуй энергию на вкус. Ну, а мы переходим к соглавному событию сегодняшнего вечера. Алексей Сушист против Витала Павловского. Многие фанаты ждут поединка. И учитывая их стили, я прекрасно понимаю, почему. А прокомментирует соглавное и главное событие сегодняшнего вечера. Один из шумных бойцов индустрии. Непобежденный боец лиги «Наше дело» Али Хейбати. Али, поднимайся к нам. Али, еще раз приветствуем тебя. Не так давно ты секундировал, сейчас будешь комментировать. Скажи, что ты ждешь от боя Алексея Сушиста против Витала Павловского? Сушиста, я знаю, я видел его бой, как он отхерачил движение осла. Я считаю, Сушист выиграет. Он умеет хорошо на ногах двигаться, нормально работает ногами. Али, а что скажешь по поводу противостояния по правилам МАМ между Кириллом Самбросом и Назиром Кишуковым? Это очень мне интересный бой. Я знаю, но я думал, если на руках, если Кирилл включит характер, то Кирилл выиграет. А так по ММА я видел, очень хорошего бойца выиграл Кирилл удушающим. Я считаю, если у Кирилла хорошая дыхалка, он может там вторым или третьем раунде выиграть, короче, удушкой. А так, не могу сказать, оба хорошие. Но мне интересно с победителем. Ты готов еще один бой провести с Кириллом или же первый поединок против Назира Кишукова? Не хочу желать моему другу Кириллу поражения, но если выиграет Назир, мне очень интересно с Назиром подраться. Ну что ж, мы тебя провожаем к нашим комментаторам и с нетерпением ждем твоих комментариев по соглавному и главному поединку. Для соглавного поединка этого вечера в полусреднем весе по правилам ММА 3 раунда по 3 минуты 30 секунд ограничения работы в партере. Приглашаю в эту клетку Алексея Сушисто-Мешкова. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Встречайте его соперника, восходящая звезда, Витал Хейтлав Павловский. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В синем углу клетки боец из Ставрополя. Ему 25 лет, его рост 176 см. Представитель команды Берцлой, обладатель коричневого пояса по карате, который начинал свое выступление в поп-маг, когда такого термина еще не было. Алексей Сушисто-Мешков, приветствуем, друзья! В красном углу клетки. Боец, представляющий город Полоск, Республика Беларусь. Ему 23 года, его рост 1,85 см. Мастер спорта, обладатель Кубка Мира и неоднократный победитель первенства Беларуси по кикбоксингу. Непобежденный профессиональный кикбоксер с опытом выступлений в ММА. Вот он по прозвищу Хейтлав. Медал Павловский! Приглашаем рефери на середину. Войди на центр. Господа, правила знаете, не нарушаем. Внимательно слушаем мои команды. После команды СОП не работаем. Пожали руки по углам. СОП Главное событие вечера, друзья. Погнали. У нас гость Али Хайбати. Всем привет. Какого у тебя Порше, Али? 9.11. Шикарно. Все, что имел, купил. Короче, самый интересный бой. Очень интересно. Я больше по машинам, поэтому, может, что поговорим про Порше? Давай это закончим. Ладно, позже. Зеленый Виталик очень интересный. Я так понимаю, что они специально дали паузу для того, чтобы вы продолжили. Да, про Порше. К сожалению, неудачное попадание, судя по всему, да? Да, все так. Витал попал в пак. Внутренний лоу-кик. Ну, оба очень хорошие в ударных. И поэтому мне очень интересно смотреть этот бой. Ногами классно работает тот, другой. Скоростные такие. Да, Витал очень хороший тайский бокс. Великолепный клинч тайский. Колени фирменные. Участник первого сезона Путь бойца. Вообще очень колоритный парень. Интересно за ним наблюдать. Он не такой, как все. И он всячески это подчеркивает. И Сушист тоже очень, как видишь, красно на ногах работает. Бьет хорошо ногами. На дистанции работает, да? Очень хорошо. Использует свои ноги. Витал. Мне кажется, Витал не так себя уверенно чувствует с Сушистом, как с другими бойцами. Ну, сейчас проверим. Пока ведет бой Павловский. Сушист ничего не делает, только уходит. Да. Ну, он больше на отходах работает. Всегда. Может, ищет момент. Ой! Вот только сказал, что ничего не делает. Все так, все так, Али. Очень красиво. Молодец. Вау. Да, я думаю, сколько мы помним поп ММА, столько выступает Сушист. Да. Еще, по-моему, на средке он выступил. Ветеран очень. Максимальная. Да. И растет хорошо. Да, неплохо так. Огрел он Витала своим хайкиком. И должен был проснуться сейчас Павловский. Вот, вот. Фирменный клинч. Я считаю, поскольку Сушист, он бороться умеет, тоже боец ММА, он легко справится с клинчами Виталика. Виталик не борец. Поэтому не думай, получится с клинчами. Это, кстати, интересный момент. Будет ли бороться Сушист вообще? А, это ММА? Да. Здесь можно, здесь можно, по идее. Просто обычно это не входит в их планы. Ну да, Сушист обычно не борется. Он просто... Расстреливает пока с дистанции Витал. Но мы помним, чем это закончилось, да? Это закончилось хайкиком. Да. Ну, пока, да, неэффективные удары просто по воздуху. Ну, Сушист ищет момент. Да, отвлекает. Ему это не понравилось. Видно неприятный удар в колено. Мидл залетает, хорошо. Это нехорошая идея. Зад корпус. Ну, хотел сейчас побороться даже, до секундочку, бросить решил. Сушист. Вот тут хорошо Сушит Ноки. Вот в этих позициях Витал очень хорош. Тайский клинч к олене просто убийственный у него, но... Это и проблема, потому что его ребята, те, которые с ним встречаются, они уже знают, что нельзя давать пространство именно в тайском клинче. Нельзя запускать его в тайский клинч. По-моему, даже хочется перевести сейчас Витал, но... Ну, не будет. Тай борется с ММАшником. Я думаю, для него это хорошо не закончится. Тем более через корпус. Очень хорошая поддержка у Витала Побловского. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри, ты дергаешь, все отлично. Тебе нужны атаки. Атакуй ногами, атакуй ногами чаще. Накидывай ногами. Конечно, накидывай ногами. Несколько раз хорошо заслуживаю. Мамаши в голову. И мамаши, и гулки. Лучками надо... Несколько не передать. Да, переход прямой. Лоу-кики встречай. Мамаши капу. Амплитуд. Ты можешь ударить в борму, в голову, куда угодно. Интригующее начало. На самом деле, обоим не мешало бы прибавить. Да, пока непонятно вообще, к чему все идет. Да, я бы больше там... Шел вперед, побольше ударов. Очень интересно. Вообще, Витал, как правило, агрессивен. Но вот здесь, судя по всему, он нарвался на тот хайкик и понял, что излишне агрессивным тоже быть не нужно. Мне кажется, ему неудобно сушить. Он хорошо уходит. Видишь? Во! Бьет, уходит хорошо. Пытается сделать. Видит Павловский, что ничего не было. О, я заранусь в корпус. Неблохо, в целом. Подловил. Не ожидал явно сушить, что вот такой маневр будет от Витала. На руках не дотянулся сейчас. Добавил еще мидл в плечо. Да, тут битва на ногах, да? Интересно. Оба хорошо работают. Фехтуют просто. Фехтуют. Заряжали друг по другу. Хотелось бы на борьбу посмотреть. На самом деле, потому что мы знаем, есть проблемы с борьбой. Во всяком случае, были у Витала. Исправил ли он эти пробелы? Ну, так сушист не предлагает. Поэтому, скорее всего, здесь не тот бой, чтобы протестировать борьбу Павловского. Мне кажется, сушистом лучше чуть бороться тоже. Может. Мне показалось, что левым боковым зацепил сейчас на отходе сушист, но в итоге потом пропустил еще лоу-кик. Довольно увесистый. Да, они неудобные друг другу. Вот эти лоу-кики, это очки с обе, вот это нельзя пропустить. Хорошо двигается Витал, уходит на оперативный простор, но... О, это третий лоу-кик подряд. Ой, зарядился, а сейчас направо в оверхенд, но мимо. Зажимает сушист сейчас Витала, не дает ему пространства. Ну, редко спускает курок сам сушист. Он подошел, он держит напряжение, но маловато действовать в него. Да. У сушиста, я бы не сказал, прям такие зрелищные бои, но очень умные и такие, в свою пользу их заканчивать. Ну, бой такой, что мы можем быть уверены, что здесь будет решение судей. Что случилось? Опять в пах, опять в пах пропустил, да, случайно. Сушист Павловский, не со зла. Зарядил между ног. Это, честно говоря, должно было случиться, они слишком много обмениваются ударами ногами. Да, да. Да, они почти очень мало бьют руками. Предупреждает рефери, уже дважды было в этом бою. Да. В третий раз, наверное, может быть уже и наказание. Мне кажется, одному надо уверенно первым номером работать и перед вперед. Они оба много там думают. Да, они как будто не решили, кому же нужно инициативу забирать. Да, да. Видишь, бьет и стоит. А Витал ждет, сушист тоже никуда не торопит. Да. Чисто спареньки как сзади бывают. Хороший мидер от сушистая. И вот сейчас пытается он поддавить. Может быть, стоит уже нажать на курорт. Тут можно было зайти и руками работать. Может быть, парни договорились работать чисто на ногах. Битва на ногах. Вряд ли они договаривались об этом. Но их стили подразумевают это. О, это красиво. Я думаю, получится. Но не перевел, но не перевел. А зашел-то неплохо. Он просто поднимал. Можно было там же внизу остаться и перевести. Я бы дальше пытался бороться. О, тут надо аккуратно. Да, Виталик не может свой клинч использовать. Ну, раунд я бы отдал Павловскому здесь. Да. Слишком мало делает сушист. То есть, когда он включается, у него вроде бы получается. Но проблема в том, что включается он слишком редко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тебе нужно начать бить. Бей. Где твои прямые удары ногами? Где они? Где типы? Я выиграю сейчас. Ты должен выиграть. Не лети. Руки к башке поднимай, когда он атакует. Руки к башке. Все будет ровно. Он не бьет тех ударов, которые ты так не защитишься. Голу вниз, руки к башке. Все, я пойму здесь. Бей в дистанции. Бей в дистанции. Бей в дистанции. Это единственный шанс в этом бою. Я думаю, оба могут прибавить, потому что темп был не слишком высок. Как мой последний бой, тренер говорит, вперед, Мухаммад говорит, нет, лучше оставайся, отдыхай. Я говорю, я не могу лучше меня идти вперед. Ну что, третий раунд. Возможно, решающий. Возможно, не совсем. Но лучше вы прибавите тому и другому. Это вот случай, как с Адесанией. Павловскому надо, чтобы на него перли более агрессивно. И, наверное, бой будет тогда совсем другой. Но здесь и Сушист не хочет агрессивно идти вперед. И Павловский тоже как бы так. Ну, вроде отстреливается, а вроде ждет. Вот интересно, довели ли до Сушиста, что он этот бой проигрывает 0-2, скорее всего. Вот лучше сказать, чтобы хотя бы человек пер вперед и попробовал. Я не уверен, что они однозначно предполагают 0-2. Может быть, это и 1-1. Им кажется, что все довольно близко. Вот сейчас очень креативная комбинация в исполнении Витала Павловского. Сушисту лучше использовать руки. Я вообще не понимаю. Только один джеб, можно продолжать эту серию. Да, учитывая, как много ударов, в том числе и лоу-киков выбрасывает Витал, это можно контрить. Но Сушист этого не делает. Вот-вот получилось, видишь? Достал. Терри удара пробовал, молодец. Просто надо попробовать. Сразу народу и тут же попытался тыльной стороной еще добавить. Он не выглядел уставшим, поэтому можно попробовать. Ничего опасного нету. Вот. Пропускает. Дальше можно продолжать. Понял. Слушай, в третьем раунде, что руки работают лучше, чем ноги. Даже руки есть. Слушай, есть хороший боксер вообще-то. Вот так. И даже комбинация, там вдогонку даже хай-кик летел. И снова застыл Сушист. Он ждет, пока Витал выбросится. Или, по крайней мере, выбросит удар. Ну вот и Витал с руками вроде бы пошел вперед. Мы давно ждали. Достойный человек хороший. Это можно продолжать. Деп-деп-деп. Правый хочет что-нибудь. Могой остановил сейчас Сушист. Подлетал Бавловский. Тут же нога перед лицом стреляла. Открутил. Сушист будто устраивает все. Он не хочет обязательно забрать победу. Вот я считаю, что он может. Надо использовать руки. Вот. Виталик, видно, все делает для победы. Колено. Поактивнее стал работать Павловский. И на самом деле руки он включил тоже. Да. И я бы этот раунд полностью отдал бы ему. Он бы это хорошо уже работал. Пропустил несколько Павловский в голову. Но, может быть, как раз в данном моменте взбодрился. Понял, что надо добавить. Разорвал клинч. Успел вставить колено. Сушист. Павловский снова креатива добавляет. Через корпус пытался зайти. И, ну, сушист джебом достает. Берзлой снова скандирует публика. Роняется уже. Роняется уже. Давай. Давай. Это надо продолжать. Все поняли. Я здесь существо болею. Ты можешь это делать спокойно. О-о-о. Это да. Ему победу надо. Реально. Друзья, мы ждали этого слишком долго. Ну ведь журналист под конец дуй! Можно экстра раунд дайте! Обнимаются там внизу. Какой удар, а, в прыжке! Да, вообще... В концовке успел, слушай, разогреть толпу. Блин, был нокдаун, был такой красивый удар. Упал Виталик от этого удара, да, в вертушке? Мне показалось, да. На последней минуте дважды побывал на настиле, но я не уверен, что хотя бы один из этих моментов будет засчитан как нокдаун. В этом бою... Единогласным решением судей победу одержал... Алексей, слушай, с пешком! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Алексей, просим тебя на середину. Витал, к тебе обратимся чуть позже. Я понимаю, эмоции тебя захлестывают, но хотелось бы услышать от тебя пару слов. Что сказать? Прошел отличный тренировочный лагерь со своим тренером, который меня уже ведет. И у меня есть четыре победы подряд. Это четвертая победа подряд. Вот это была очень серьезная проверка для меня. Мне все то же самое говорили, когда я приходил сегодня на турнир и говорили, ну не знаю, тут процентов 80 на 20, что ты выиграешь. Ну то есть я проиграю. Но я знал, что я приложу все усилия, чтобы продлить свою победную серию. А так, спасибо огромное сопернику. С ним было отлично подраться. Очень интересно. А сейчас слова менеджеру хочу дать и моему тренеру. Всех приветствую. Армен, у нас уже сколько там, я не знаю, только победы идут. Нам нужен пояс, чемпионские амбиции у нас. Так что в 77, я не знаю, там, любой вариант мы готовы принять. И еще у меня к тебе, как уже коллеге, одна просьба. Я хочу, чтобы ты в дальнейшем мне помог его тренера сюда везти. Это вообще самое опасное, что здесь есть. 70-66. Чисто уже просьба. Хорошо. Мы обсудим это. Я бы хотел все-таки еще пару слов от Алексея услышать. Стилистически вы оказались очень похожи со своим оппонентом. Понравилось ли тебе это или же тебе нравится, когда столкновение идет разных стилей? Что против стойки драться, что против борьбы, мне без разницы. Мне назначают бой. Я подготавливаюсь отлично к этому бою. Была вот эта стойка, я тоже самое. Все отрабатывал в стойке и в борьбе. Будет против борьбы, то же самое буду отрабатывать. Соперникам было интересно драться, когда он бил лоу-кики. Показывает головой. Что, не больно? Я говорю, нет. А у меня ноги. Да, вы очень много разговаривали во время боя. Вот. А так буду следить за ним дальше. Интересный боец, хорошее подписание для вашего промоушена. Это будет интересно. Хочу сопернику, чтобы он поблагодарить. Пусть не расстраиваться, дальше только больше. Первый же бой на наше дело, он выскочил против хорошего бойца. У меня больше 30 боев. И сломать меня как-то взглядом. Или показывая свои бои там на ютубе, как он всех врубает. Это нереально. Я буду хладнокровен всегда. Будет против меня сильный или слабый соперник. Так что пусть не расстраиваться. О следующем я бы хотел Али Хайбати сейчас комментировал. В прошлый раз вы мне предложили с Али Хайбати подраться. Было бы интересно с ним по правилам кикбоксинга. Ни он не любит бороться, ни я. Это будет интересно. У него 5 побед подряд. У меня 4 победы подряд во всех промоушенах. Вот. Али Хайбати, если это тебе интересно, давай выйдем, покажем красивый бой. И сейчас проведем битву взглядов. Со всем уважением. Али еще надо прокомментировать главное событие этого вечера. Но я думаю, обязательно мы этот бой рассмотрим. Еще раз поздравляю с победой. Витал, просим тебя на середину. Ой, извините, ничего себе. Витал, я слышу твое недовольство. Я вижу твое расстроенное лицо. Прокомментируй, пожалуйста, какие эмоции ты испытываешь после поединка. Я только на данную секунду начал знать, что произошло вообще. Вот только сейчас я пришел в себя. И у меня осознание приходит, это просто... Ну, это жесть. Не знаю, что с моей психологией происходит. Я не понимаю себя. Я бы хотел разобраться в себе, потому что у меня есть навыки, но... Именно психологически я не знаю, что со мной. Я вроде бы сильный, но... Я только сейчас пришел в осознание, что я вообще дрался, чтобы вы понимали. Вот я сейчас только осознаю, когда говорю это, и... И это странно, на самом деле. Вот сейчас пришло в осознание. О, жесть. Просто я не понимаю, почему я не использую свои навыки, то, что я умею. Это очень странно. Ребята, вы сейчас понимали, что я чувствую? Я только сейчас пришел в себя и понимаю, где я нахожусь. И типа, что вообще сейчас произошло? Это очень странно. Ладно, забирайте микрофон, потому что... Я сейчас в шоке. Ты во время боя очень много работал ногами и пропускал, когда шел вперед. Прокомментировать? Я только сейчас узнаю, что я нахожусь в октагоне, чтобы вы понимали. Офигеть. Ну, я не знаю, как это называется, но... Это очень странные чувства. Витал, я могу предположить, что все-таки это называется нокдаун в крайнем раунде. Нет, точно не нокдаун. Хорошо. Это очень странно, на самом деле. Попрошу вашу команду, когда вы в этих перипетиях разберетесь, нам тоже сообщить. Нам тоже интересно. Витал. На самом деле, я в боях утопаю вообще в себя. И мне очень странно вообще. Реально, если бы вы знали, что я сейчас знаю, что я нахожусь здесь и как бы... Блин, это стрёмно. Я постараюсь в себя разобраться. И мне вот сейчас приходится знание просто, где я. Это очень странно. Витал, мы надеемся, что ты сделаешь выводы с этого поражения. И вернешься более высокого уровня спортсменом. Я нет. Спасибо. Это, наверное, одно из самых странных интервью после поединка, которые у меня были. Все бывает в первый раз, Армен. Да. Ну, а мы двигаемся дальше. И впереди нас ждет главное событие этого вечера. Если будете смотреть бой, сделайте скорость на минус два. Вот так. Почему? Потому что очень быстро работал. Ну, быстро я не во всем. Сейчас я знаю, вы подколете, но... Нет, я реально... Ну, серьезно. Когда я подкалывала вас? В прошлый раз, когда я сказал, что 9 месяцев не дрался. Вы сказали, что это случайно не за беременность. А вы что ответили? Челюсть была сломана. Видите, какая у человека отличная память. Конечно же, он запомнил и проанализировал все маленькие детальки своего соперника, подготовился и победил. Так же было? Все именно так, как вы говорите. Полная команда. Стоит тренер, который готовил. Мы показали все по плану, подготавливались ко всему. Как говорится, я выбирал товар, а они окупались, оплачивали. Прикольно. Вы товар? Он и есть товарищ, что ли. Друзья, подписывайтесь на наш официальный телеграм-канал и группу ВКонтакте. Там просто огромное количество эксклюзивного контента, не вошедшее в выпуски. Интервью с бойцами, лучшие моменты прошедших турниров и конференций, самые свежие новости. Переходи по ссылке в описании и присоединяйся к нам во всех соцсетях. И мы переходим к главному событию вечера, к столкновению характеров. К поединку двух звезд индустрии. Кирилл Самброс против Назира Кишукова. Многие фанаты единоборств уже давно ожидают данного противостояния. И мы тоже с нетерпением его ждем. Давайте не будем затягивать время и приглашать бойцов в клетку. Всем салам алейкум, с вами Кишуков Назир, он же волейболист. И мы будем делать шоу, потому что это шоу-тайм. Назир волейболист. Погнали. Для тех, кто не в курсе, я выходец из армейского рукопашного боя. Там всего один раунд, четыре минуты. Можно отлично переводить и добивать ноги в голову. Выкладываться на все сто. Короче, в этом бою у меня есть чуйка, что будет шоу. Сейчас мы в большей степени уделяли время борьбе. Хотим немножко удивить и публику, и Назира. Собственно, смотрите, что из этого выйдет. Сам, раз это тот парень, который дрался с чемпионами, у которого большой опыт. Наверное, это мой самый тяжелый соперник за всю историю боев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прикинь, что-нибудь сломать себе вот так ударил. Рука сломалась, как в Гарри Поттере. Для главного поединка по правилам ММА наше дело. В среднем весе в клетку приглашается любимец публики Кирилл Самбрас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... В синем углу клетки боец, представляющий город Москва. Ему 25 лет. Его рост 1 метр 85 сантиметров. Его база армейский рукопашный бой. Опытнейший боец, за плечами которого 13 поединков на голых кулаках и 8 поединков по проф.мм. Поприветствуйте Кирилл Самбра! В красном углу клетки боец из города Нальчик. Ему 26 лет. Его рост 184 сантиметра. Один из самых шумных бойцов индустрии. Завоевал любовь публики своими бескомпромиссными боями. Вот он, по прозвищу волейболист Назир Кишуков. Господа, правила знаете, не нарушаем. Внимательно слушаем мои команды. После команды «Стоп» не работаем. Пожали руки. Ну, уже не парни, без каких-либо напрягов. Да. Узнаваемые ребята. Самброс. И то же самое время оба харизматичные парни. Ну, мы по-прежнему здесь, как видите, с нами. Все еще Али Хайбати. Еще раз привет. Али твой фаворит в этом бою. Тем более, что один из них это твой прошлый соперник. Поскольку ММА, я сказал, Кирилл это фаворит. Но очень интересно. Не могу понять это. Очень тяжело понять. На самом деле, для меня тоже здесь полно интриг. Я не совсем понимаю, как этот поединок может проходить именно по правилам ММА. И будет просто любопытно увидеть, кто из них на что способен. Лоу-кики Кирилла я почувствовал. Очень тяжелые. Два-три уже чувствуешь хана. Поэтому. А что с руками у Кирилла? Тяжелые руки, но ноги больно от них. Реально больно. Прямо в бою больно. Не после. Интересно, что кулачник неплохо заряжает ногами. Как выяснилось. Именно лоу-кики. Вот. Я видел Назир в каком-то бою. Он колени в перечке бьет. Это очень опасно. Сейчас посмотрим, он это попробует или нет. Назир старается. Зрелищно что-нибудь. Угу. Устроить такое. Впечатлеть людей. Ну, даже судя по стойке. Вот так. Вот вертушечка полетела. Но мимо. Причем сильно мимо. Долетел сейчас. Вот видите, лоу-кики чувствуется, да? Да, посмотри. Стойку тут же поменял. Да, вот поменял. Видимо, неплохо так выбивает ногу сейчас. Лучше проваливать, такие лоу-кики. Видишь, стойку поменял. Интересно, будет ли борьба. Попробует ли кто-то перейти в партер, поскольку здесь это можно. Хотя ограничение 30 секунд в партере есть, но. Тейкдауны. Реально. Вот сейчас под лоу-кик хорошо подловил Назир. Решил удивить, но при этом сам брос уже был в другом углу клетки. Ну, слушайте, а атлетизм не дюжий здесь. Как это на функционалку поведает, посмотрим. В третьем раунде. О, печень. Сальто с места. Это, я вам скажу, не каждая способность. Нет, это очень тяжело. Ну вот, как-то замедлился волейболист Назир. Вам не кажется? Ну вот интересно, что больше лоу-киков не прилетало с тех пор. Да. Крилу лучше лоу-киками работали. Они очень хорошо у него получились. Тем более, та же самая левая нога сейчас впереди. Да. Назир до этого так на миг был, что готов блокировать лбом. Прикугунул сейчас. Назир не концентрируется на бое. Это больше какие-то удары странные. Лучше как-то эффективнее драться. Старается сделать шоу, Назир. Да. Вот, лукики очень неприятные. Тут же пришлось спрятать ногу, да. Да-да-да, видно. Вот это надо продолжать, Крилю. Вот. Попытка-то икдаун от Крилы в одну ногу. Я думаю, посадит. Главное, не попасть на гильотину. Отзачачался хорошо. Да. Попытка задушить от Назира. Ничего себе. Неблохо прихватил. Да, и постучит или нет? Довольно глубоко держит Назир, но мне кажется, сейчас уже вырывается. Нет, стучи. Вот так вот. Али, а ты имел в виду гильотину не от него? Да. Ты имел в виду гильотину, когда? От Назира. Я думал, главное, на гильотину не попасть. Но попался. Хорошо, хорошо. Глубоко продел и доделал. Причем секунд пять оставалось до конца раунда. Пять секунд очень перетерпеть. Сам раз. Реально, можно было. Не в этом моменте. Да, вот здесь ты говорил, главное не попасть на гильотину, правильно? Да, да. И он попал. И он попал. Бойцы, на середине. Жалко. Я ожидал хотя бы 9 минут боя увидеть их уровень. Как-то, да. Ну, молодец. Молодец, конечно. Хорошо. Закрыл. Ну, шикарно доделал. На самом деле, в какой-то момент показалось, что может быть удастся вырваться. В этом бою удушающим приемом в первом раунде победу одержал Назир волейболист Кишугов. Назир, просим тебя на середину. Назир, достаточно короткий, но очень яркий бой. Особенно сальто. Особенно сальто, которое, как ты уже сказал, мне повредило тебе ногу. Стоило оно того? Конечно, стоило. Зрители, оно стоило того? Я еще раз говорю. Я не позер, но позеровать умею. Когда я сюда пришел, я сказал, зрители, не моргайте. It's show time. Назир волейболист, когда в клетке, значит, здесь будет шоу. Вот и все. Кирилл, спасибо тебе за этот бой. Мы легенды этого спорта. Кто бы там сюда не приходил, кто бы что не кричал, мы свое доказывали, доказываем, и будем доказывать этого все. Отговорим! Надин, прошу тебя пока еще не уходить. Кирилл, прошу тебя на середину. Кирилл, такое ощущение, что ты так и не приноровился к скорости своего оппонента и нестандартной техники. Да, не, просто закрыл он так как-то быстро, я решил немножко свести его, короче. Его мысли, ну, в плане чуть-чуть побороться, чтобы он немножко в другой стезе проявлял себя, забился. Но очень быстро закрыл он, конечно, это, как это называется вообще? Гильотину. Все. Ну что, сделаем выводы, будем газовать дальше. Раунд был яркий, не говорю бой. Я, как правило, ну, привык, чтобы у меня всю дистанцию проходило. Но, что-то, короче, Назир, молодец, слишком. Недооценки никакой не было. Он красавчик. Всем спасибо. До новых встреч. Кирилл, спасибо тебе за поединок. Ищу вам. Назир, твой бой комментировал Али Хайбати. И мы его приглашаем сейчас в нашу клетку. Мой бой секундировал Картуйков и сам. И сам, подойди сюда в клетку. Сейчас мы каждому здесь уделим время. Это мой брат, который каждый бой присутствует рядом со мной. У него Fight Night 5-0. И пора здесь присутствовать настоящим профессионалом. Я парень с улицы, с волейбола, который пытается вас удивлять. Это парень профессионал. И я хочу здесь, чтобы он подрался. Кто там сюда выходит, кто комментировал бои. И сам, ты можешь оставить меня здесь одного. Мы можем, если у кого-то какие-то вопросы, здесь остаться и дальше драться. Он твой брат. Все, кто в моем углу стоят, это все мои братья. Все, кто газует за меня на ту сторону экрана, это все мои братья. Даже мои хейтеры, это мои братья. У нас просто с Исламом Джин Гаразом договоренность, что мы из Нальчика только братьев подписываем. Тогда вам придется много кого подписать. Али, ты комментировал данный бой. Что можешь сказать по поводу техники Назира? Я последний его бой по МММ видел. Там было, мне кажется, лучше. Но он выиграл. Я, когда Кирилл пошел в ногу, я сказал, главное, тут не попасть на Гелендитину. Но он попался. Но ничего особо я не видел. Он сказал, что он легенда. Давай. Я легенда. Это все сказано. Это доказывает мои бои. Это доказывает время. Вот и все. Я, ну, не жду оценки от тебя. Я легенда и точка. Готовы на следующем турнире провести бой? Давай. У меня здесь идет, я готов. Я и в тот раз сделал face to face. Я думал, он будет моим соперником. Я не знаю, что случилось. Может, травма или что-то еще. Нет. Или порш скружил голову. Я, как и сказал, я был готов. Проблем нет. Но у меня условия. У меня здесь уже 3-0 или 4-0. Я хочу, чтобы здесь был... Не важно, как этот поезд будет. Хотя нет, важно. Пусть это будет поезд для Назира. Можешь и так и написать. Я приду и заберу его. Мне без разницы, когда драться и по каким правилам. Это они выбирают правила. Я волейболист и дерусь как по кайфу. Смотри, почему я не перешел. Потому что мне надо было достаточно кататься на своем Порше. В Германии. И я дал тебе возможность себя показать. Ты показал себя, теперь я с тобой поделюсь. Кстати, если вдруг ты будешь тоже что-то лишнее позволять и потом уезжать в Германию. Вот меня сингудируют тоже ребята из Германии. Поэтому мир маленький. Я прошу вас на старт-даун. Как будет с инженером бой? С инженером ты определись, кто ты. Инженер, учитель. Инженер, водитель Порше. Водитель Порше? Да. Но я надеюсь, ты на нормальный Порше себе накопишь. Потому что хочешь ключ на ключ с нами, хочешь перчатка на перчатку. Мне без разницы. Давай, у меня деньги есть еще на один Порше. Без разницы. Я могу купить твои два Порше и продать их к кайфу. Я видел, какой-то дряхлый БМВ реально. Это БМВ Х6-7. Если ты хочешь стать ключ на ключ, я принимаю этот ключ. То, что я там видел. Ты даешь ключ на ключ? Ты становишься ключ на ключ? Давай ключ на ключ. Становишься? Да, твой дряхлый БМВ на Порше. Хорошо. Я так уверен в себе. Я на самокате тебя обгоню. Вот самокат, твой уровень. Спасибо друзьям. С нетерпением будем ждать вашего поединка. Назир, еще раз поздравляем тебя с победой. Как настроение, как самочувствие? Глаза красивые, карие. Меня? Спасибо большое. Вы решили... Я ночной в мерцании светил. Одной звезды я повторяю имя. Не потому, чтобы я ее любил, а потому, что я томлюсь с другими. Тогда, когда сомнение тяжело, я у нее одно ищу ответа. Не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света. Я не Света, я Саша. Ну ладно, продолжим интервью. Хорошо. Как ваше самочувствие? Хорошо. Чуть крик чу. Попался на удушающий. Я вам так стянул все быстро, что у меня вся жизнь короче туда завернулась. В общем и целом хорошо. Идем дальше. Забираем кэш, делаем музыку, идем на билборды, клипы. Скоро все сами увидите, клянусь. У вас очень интересная татуировка. Да, потная вся. Нет, ну то, что пот, ничего страшного, бывает все же мы люди. У Киркорова есть песня «Я твоя летучая мышка». Вы ее вдохновлялись? Конечно. Я Киркоров меня набивал, не знал. До того, как попу сделали после. Это важная деталь. Я не знаю, это нужно удавы спросить. Они, наверное... Ооо. Да, летучая мышь. Солнце дает мне крылья, но когда я выхожу на улицу ночью, я же если очень уставший, у меня просыпается этот маленький зверек, я начинаю летать. Друзья, сегодня мы с вами увидели яркие поединки, драматические финиши. И это только начало. Уже в следующем выпуске мы разберем самые интересные бои и анонсируем новые, не менее интригующие противостояния. Подписывайтесь, ставьте лайки и давайте обратную связь в комментариях по этим крутейшим боям. Это наше дело. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok